Андрей Александрович, приветствуйте, дорогие друзья. Ну, хочется сказать, что далеко. До всего лишь 5 часов. Это точно. Спасибо. Уважаемый Андрей Александрович, дорогие друзья, искренне рад приветствовать вас в Беларуси. Сибирь также для белорусов особый регион, где еще с времен Екатерининских царских реформ Столыпина живет очень много наших земляков, которые своим умом и сердцем прикипели к этой земле, прославили ее, сделав богаче и краше. Поэтому нам интересно все, что у вас происходит. Мы с большим интересом следили за недавними выборами. И я еще раз хотел бы поздравить вас, Андрей Александрович, с убедительнейшей победой. Уверен, что ваш визит в Беларусь откроет новую страницу в сотрудничестве белорусских и российских регионов. О возможности здесь, как вы сами убедитесь, поближе узнал нашу страну огромную. Объем торговых операций в прошлом году составил почти полмиллиарда долларов. Цифра солидная, но нужно разобраться, почему мы сегодня заметно отстаем от прошлогодних показателей. Как мне докладывают, отвечая на этот вопрос, наши специалисты, что падение обусловлено, прежде всего, сокращением поставок ваших по таким позициям, как семинар АПСА, электродвигатели, каменный уголь и другие. Я предлагаю совместно поработать над тем, чтобы сбалансировать нашу торговлю. Направлений и возможностей для взаимовыгодного сотрудничества предостаточно. Что касается сотрудничества с Новосибирском, сегодня базируется главным образом оно на поставках сельскохозяйственной и карьерной техники. Но мы же знаем, что поле деятельности на этом направлении гораздо шире у нас. У нас есть возможности помочь вам решить проблемы с обновлением парка пассажирского транспорта другой техники. Хорошим примером производственной кооперации может послужить модернизация трамваев на мощностях, созданных у вас нашим Белком-Унмашем. А поскольку Новосибирск, по сути, является административным центром Сибири, проект, на мой взгляд, для взаимной выгоды можно и нужно масштабировать в третьем по величине городом России с учетом потребностей других регионов. Должен сказать и нашему правительству, что надо подумать о самом высоком уровне представительства в нашей совместной комиссии, если можно ее так назвать. Я имею в виду нашу часть специалистов, чтобы возглавлял человек самого высокого уровня, потому что мы сейчас взяли курс на структурирование наших возможностей в России. Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо четко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Российской Федерацией. Но про Новосибирск я уже сказал, тут и говорить нечего. Без Новосибирска нет России половины, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только на новосибирском направлении, но и на всем сибирском регионе. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому мы в ближайшее время в правительстве примем такое решение и будем самым серьезным образом развивать на базе Новосибирска, я знаю, вы это поддерживаете, центр компетенций и центр торговли на огромном пространстве Российской Федерации. До нас хорошие отзывы доходят о работе нашего Могилева-Лифтмаша. Своей продукцией оно в кратчайшие сроки смогло заместить иностранных производителей. Традиционно значительная часть белорусского экспорта – продовольственные товары и сельхозсырье. В полной мере это относится и к Новосибирской области. Уверен, что в взаимодействии в селе агропромышленного комплекса от строительства на селе до биотехнологий мы сможем сделать гораздо больше, чем делаем сейчас. Точно так же, как в науке и образовании. Ведь не случайно Новосибирск, в котором давно успешно работают отделения Российской Академии Наук, суммарно почти сотни институтов, исследовательских центров в ВУЗу неофициально именуют научно-студенческой столицей Сибири. Связи между нашими учеными никогда не прерывались. Есть взаимодействия, планы, проекты. Все это, на мой взгляд, нужно ускорять и наполнять конкретикой. Здесь мы это замечание можем больше к себе отнести. Мы тут не очень активно работаем. К примеру, можем объединить наши усилия в перспективных, очень важных направлениях, новых направлениях искусственного интеллекта, беспилотных авиационных систем с учетом задач по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета с прицелом на опережающее развитие. Отдельное спасибо, Андрей Александрович, за сибирский русский народный хор, который вы привезли в Минск. Белорусы любят и знают этот коллектив, любят яркие, талантливые выступления и всегда очень рады гостям. Ждем весной будущего года Дни культуры Вашей области в Беларуси, а осенью 24-го готовимся порадовать новосибирцев на должном уровне привести Дни Беларуси в Новосибирской области. Я попрошу к этому очень серьезно отнестись. Уважаемые друзья, Андрей Александрович, уважаемые члены делегации, думаю, здесь присутствующим понятно, что у нас есть все возможности заметно приумножить показатели торговли, укрепить связи в научно-образовательной, гуманитарной и других сферах. Я гарантирую Вам, что все наши договоренности будут безусловно выполнены, притом качественно и в срок. Мы очень активно сейчас развиваем отношения с государствами дальней дуги. К нам хорошее отношение в этих государствах. Если у Вас будут интересы, и мы Вам чем-то можем помочь, вы сами видите, где и чем. Мы готовы Вам помочь и вместе работать в этих дальних государствах. Там спрос на нас величайший. На последнюю встречу с президентом России мы подробно обсуждали этот вопрос. Советский Союз, как говорят наши специалисты, допустим, по Африке, в свое время сделал огромный задел, создал огромные фундаменты, базу для нынешнего сотрудничества постсоветских республик. И прежде всего Беларуси и России на том континенте. Они нам доверяют больше, чем кому. Нам надо этим воспользоваться, продвигая свои интересы, поддерживать развитие и африканских, и азиатских стран, которые нас там ждут давно. Нам надо вместе здесь поработать. Я еще раз подчеркиваю, но я не исключаю, что мы не только с Россией, Россия сама может и работает неслабо, но за собой подтащить, где мы создадим совместные продукты, вашу продукцию, на эти рынки, которые, безусловно, являются перспективными. Для нас время возможностей. Вы, Андрей Александрович, это не хуже меня знаете. Ушли? До свидания. Я всегда Россию призывал к тому, все свои годы, сколько я работаю, не всегда слышали меня и слушали, что нам надо свое, 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 свое. Не надо нефть и газы, доллары переводить в какую-то, извините мне, жратву или гайки и болты. Мы сами это умели делать, да где-то что-то подзабросили. Я очень рад, что в России наконец-то оценили возможности Беларуси, потому что практически ни одно крупное, среднее предприятие у нас не развалилось, не погибло. В основном, может, это не нравится россиянам, они государственные и работают неплохо. Мы управляемы, по крайней мере, и сегодня идет мощная кооперация. Нам только нельзя допустить, сейчас денег лишних нет, нельзя допустить дублирование производства. То, что есть у нас, оно будет работать всегда на российском рынке. То, что есть у вас, мы всегда, если такая потребность есть и будет, мы купим. Поэтому нельзя допустить дублирование. Вот единство – это прежде всего экономика, единство двух государств – это прежде всего экономика. Именно так мы видим это из Беларуси. И если вот будет такое же движение, как сейчас в экономике, если будут такие добрые отношения у нас с Россией, как со многими регионами, в том числе с вашим, поверьте, не надо никакой агитации. В Сибири народный ход проезжает, даже ребятишки ваши, студенты, ездят здесь по местам нашей общей славы, начиная от Бреста и заканчивая Хатынью. Поэтому все у нас есть для того, чтобы выстраивать отношения. Мы многое поняли. Поняли наши ошибки, недостатки. Но лиха беда начала. Немного времени. Я давно говорил, первые дни санкционного давления на нас. Я всегда говорил, будучи в России, на больших форумах, мы из этой ситуации выйдем. Нам надо немного времени. А ну, видите, полтора года-два прошло, и мы видим, что так и получается. Только надо идти этим путем, искореняя те недостатки, недоработки, которые мы допустили за время, после того, как мы разошлись по разные стороны. Слава Богу, что мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет. Я вот сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты должностных лиц. Оттуда спокойно не будет. Они живут уже и видят, что они вылезли с Украины, что надо разрубить единство Беларуси и России. Это плохо. Это плохой пример. Притом все на Западе. Даже те страны, которым, казалось бы, до фонаря то, что происходит здесь в Беларуси и России, между нами. Нет. Вот это единство, где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить что-то, отколоть чиновников, расколоть, от президента оторвать. Старые методы. Вот-вот только что все эти заявления с сентябрем, октябрем месяцем датированы и высказываются. Поэтому спокойно не будет. Надо нацелиться на то, что нам надо делать свое. Да, мы опираемся сейчас на какие-то дружественные государства и так далее. Надо понимать, что у них тоже свои интересы. А у нас есть свои интересы. Поэтому давайте делать свое отечество. Защищать его. И я вас агитирую за это, хотя вы разумные люди, не хуже меня, понимаете, что у нас только этот путь, другого нет. И мы можем выглядеть прилично. За пять лет мы забудем то, что происходит сейчас. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, сердечно благодарю вас за приглашение в очередной раз посетить Республику Беларусь. Вы абсолютно правильно отметили, что и сегодня белорусов в Новосибирской области проживает очень много. И на разных этапах истории белорусы сделали много. И для становления развития новосибирской науки, промышленности, сегодня постоянные родственные, даже дружеские связи и деловые связи продолжаем развивать наши совместные предприятия. В ответ могу сказать, что новосибирцы на разных этапах истории внесли свой вклад в развитие и становление машиностроения, энергетики в Белоруссии. И не скрою, что взаимные визиты наших коллег постоянные. Несмотря на расстояние, там полконтинента, но не один раз в год деловые делегации наших коллег приезжают в Новосибирск, в Минск. Ведут переговоры, но, безусловно, встречи на высоком уровне важны, они дают дополнительный импульс.